Как приготовить лучшую рыболовную насадку для ловли карася, карпа, леща? На данном видео вы можете наблюдать предыдущие, как отработали насадки. Мы с вами готовили их и ездили на реки и озера, тестировали. Прошли они все отлично тест, были пойманы вот такие красные караси, которых я уже лет 20 не ловил. Так что и в этой насадке, которую мы сейчас с вами приготовим, сомневаться не стоит. Отлично она будет работать, так как состоит из очень интересного компонента, который обожает, как выяснилось, вся речная озерная рыба. Я даже не знаю такой рыбы, которая бы не любила эту насадку. Итак, друзья, как вы уже видите на видео, нам понадобится консервированный зеленый горошек. Что мы с ним будем делать, я думаю многие уже догадались. Берем открывашку и открываем нашу баночку с горохом. Ну, как всегда, под рукой не оказалось открывашки и пришлось брать ножик. Нож, кстати, тоже с этим делом отлично справился. Вот такая вот хорошая, красивая зеленая кукуруза. Высыпаем ее в емкость отдельную. Нужное количество мне для рыбалки, для насадки понадобится совсем немного. Так что, вот такого количества будет достаточно. И блендером начинаем все это дело перемешивать в однородную массу. Это занимает совсем немного времени. Отлично наш горох перемешался и получилась вот такая консистенция. Потом берем мы нашу получившуюся вот такую вот зеленую ароматную консистенцию. Переливаем тоже еще раз в отдельный стакан. В моем случае отлично с этим делом справился. И второй компонент, который нам понадобится, это манка. Обычная маночка. Высыпаем ее в нашу вот эту вот кашицу гороховую. Примерно 50% от общей массы гороховой кашицы. Все это дело потом перемешиваем и смотрим на глаз. Если получилось жидкое, значит надо добавить еще манки. Если получилось густая, значит манки достаточно. Только надо очень и очень хорошо все перемешать, чтобы маночка хорошо впиталась в эту гороховую кашу. В моем случае я сделал все правильно, но посмотрел, что жидковатое. И добавил еще сюда манки. После того, когда второй раз перемешал, все получилось идеально. Наша маночка с гороховой кашицей стала густоватая. Значит переходим теперь к третьему действию. Как и предыдущие насадки похожего типа, мы вставим в микроволновку на максимум. И время 1 минута. Но 1 минута это многовато. Через 20 секунд вынимаем, проверяем. Ага, еще жидковатое, значит ставим еще в микроволновку. Проходит еще около 20 секунд. Достаем все это дело и смотрим. Все то, что надо. Густая получилась такая, как мамалыга или мастырка, по-другому некоторые делают с гороха. Значит все правильно, все готово. Дальше вынимаем со стакана, пересыпаем ее в ней, перекладываем в отдельную емкость. И ждем, когда остынет. Минут 10 начинаем руками разминать. Наша насадка получилась ярко-салатового, такого зеленого кислотного цвета, с очень вкусным запахом, ароматом, который непременно приманит любую белую рыбу. Лещ, платва, густера, карась, карп, которые обожают горох, обязательно придут на эту насадку. Шарики катаются с нее хорошо, будут отлично держаться как на поплавочной удочке, так и на фидере. Кто не подписан на канал, подписывайтесь, чтобы не потерять рецепт этой насадки. У кого какие возникли вопросы, пишите в комментариях. Ну а я поехал на очередные рыболовные приключения. До скорых встреч. Пока-пока. Пока.